8 победных очков из 8 возможных. С таким итогом клуб Чебоксары завершил игры домашнего тура первенства высшей хоккейной лиги, соперником в котором был Барнаульский клуб Динамо Алтай. С отчетом наш спортивный корреспондент Вячеслав Ильин. В столицу Чувашии Барнаульская дружина Динамо Алтай прибыла в ранге лидера турнирной таблицы первенства высшей хоккейной лиги страны. Хозяева льда находились строчкой ниже, уступая гостям 3 очка для того, чтобы обойти своих визави богатырям в 4-х туровых играх. Необходимо было как минимум взять 6 победных очков из 8 возможных. Задача трудная. К тому же в составе соперников на лидирующих позициях было аж 7 игроков, в которые еще сезон или 2 назад сами выходили на лед в свитерах Чебокса. Впрочем, как показали матчи, этот аргумент сыграл в пользу хозяев, а не гостей. Тренерский штаб сини-белокрасных нашел тактические решения, которые сумели реализовать их подопечные. Богатыри, лихо отыграв все 240 минут чистого игрового времени, остались верны традиции. В каждом матче забивая по 4 шайбы в рамку гостей. Кстати, самым результативным оказалось второе трио нападений чебоксарцев. На счету у Максима Преступлюка Антона Горбенко и Сергея Иванова 7 из 16 шайб тура. Впрочем, без ошибок у хозяев не обошлось. Наставник гостей перед заключительным матчем расформировал первую ударную пятерку экс-богатырей Степан Жданов, Антон Тихомиров, Сергей Рябухин, Игорь Карпов, Дмитрий Поляков. Пока выпадает вся команда в том состоянии, еще раз повторюсь, в каком мы сейчас находимся, очень сложно играть с таким хорошим соперником. Вся работа, еще раз скажу, впереди. Будет делать выводы, работать над ошибками, ждать соперников у себя дома. Встряхнуть подопечных ему удалось. В четвертой игре лидирует 3-0. Чебоксарцы чуть не поплатились за самонадеятельность. За 8 минут второго периода три шайбы побывали в наших воротах. Волшебный импульс, полученный чебоксарцами от наставников во втором перерыве, сработал в плюс лишь за 40 секунд до окончания третьего периода. Победную точку в матче и туре поставил Егор Парфенов. Победа Чебоксар 4-3. Не умоляю достойность соперника и мастерства соперника хорошая команда. Позволили сравнять. Мы полыгры ведем 3-0. Позволили сравнять результат, сравнять счет. Ну и третий период, наверное, ждали ошибки друг друга. Для восстановления сил у столичных бактерей будет минимальный промежуток времени. Уже в воскресенье в рамках отложенного второго тура первенства высшей хоккейной лиги мы принимаем красноярские крысти, которые в дебюте нынешнего сезона показали, что тоже умеют играть в хоккей. Так что нас ждет предстоящая очень хоккейная и по-спортивному веселая неделя. Вячеслав Беллин, Вадим Владимиров. Вести Чувашия.